Всем доброго времени суток, друзья! И сегодня мы продолжаем расклад по вашим идеям. Данную идею предложила Ирина Шаповалова, ник зрительницы. И вопрос такой, в чем я себя обманываю? Но я думаю, что может быть мы вообще посмотрим более широко и посмотрим, в чем в принципе ложь от человека или в этой ситуации. В чем вы себя обманываете или в чем обманывают вас? То есть в принципе вы можете выбрать два варианта. Один в чем вы себя сами обманываете, а другой вариант, например, будет говорить о том, в чем вас обманывает задуманное вами лицо. В любом случае я считаю, что здесь каждый человек для себя может загадать наиболее актуальную для него информацию и получить ответ именно на вопрос в той форме, который интересует лично вас. Поэтому в чем обман, в чем вообще ложь? Ложь в сокрытии какого-то общения или в своих эмоциях, или в деньгах человек, допустим, обманывает вас. Или может быть вы сами обманываетесь именно в плане финансов, общения или своих собственных чувств. Поэтому вы как хотите, так и можете загадывать. Главное, чтобы для вас эта тема звучала актуально. Ну а я буду сейчас... Ух ты! Прямо вопросы о вирусе не покидают народ. Ладно, давайте не будем пока про эту тему. Я подумала, что как раз таки вот по этому вопросу можно сделать достаточно небольшое количество... Вернее, наоборот, побольше вариантов. Большое количество вариантов. Да, карты тоже говорят о том, что можно бы и побольше. И мы сделаем как? Основная карта, сигнификатор, которую мы будем здесь вот сейчас выкладывать, это будет та карта, которая будет говорить в целом, насколько в этой ситуации, которую вы задумываете, есть в принципе ложь. А так вот, в чем тайный обман, мы уже будем разбирать более конкретно по каждой ситуации отдельно. Вот у нас с вами получается 6 вариантов. Вы можете загадывать так, как вам удобно. Может быть, какая-то карта просто на вас смотрит и притягивает ваш взгляд. А может быть, складывается такая ситуация, что вам хочется загадать определенный номер. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Вы можете загадывать так, как вы посчитаете нужным. Я, в свою очередь, буду трактовать в том порядке, в котором тоже посчитаю нужным. И здесь кроется у нас третий вариант загадывания. То есть вы можете загадывать тот вариант, который я буду открывать первым, который вторым, который третьим. Как вам больше нравится, так вы и загадываете. А я, соответственно, открываю так, как посчитаю нужным. И для тех, кто загадал у нас позицию номер. А давайте два. Посмотрим, есть ли вообще в этой ситуации ложь. Ну, вы знаете, здесь сама по себе карта не говорит о большом количестве лжи и о том, что человек, например, которого вы загадываете, живет во лжи или самообманывается. Здесь скорее какая-то ситуативная необходимость в том, чтобы наврать. То есть вот может быть, ваш мужчина или ваш друг или какой-то ваш знакомый лжет тогда, когда ему срочно нужно оправдаться в какой-то определенной ситуации. Или, может быть, вы понимаете, что где-то есть ситуация, когда лучше солгать, лучше сказать неправду, чем потом отдуваться за последствия того, что человек обидится, которому вы теоретически можете солгать и так далее. То есть здесь нет речи о постоянной лжи и о какой-то патологии. Но здесь есть та ситуация, когда нужно в определенные моменты либо умолчать, либо сказать какие-то вещи, которые не будут являться правдой. Давайте посмотрим, какая в этой ситуации может быть ложь. Ну вы знаете, да, вот ложь во спасение, какая-то ложь во благо. Даже может быть, если вам кажется сейчас, и вы можете сказать, да какая здесь ложь во благо, засранец и брехун, то все равно карты говорят о том, что вполне возможно, вот именно такая ложь, которая есть сейчас, это лучший вариант, который мог бы быть. То есть это как раз-таки тот вариант, который вносит окончательную ясность в то, что происходит, как бы это странно ни звучало. Мы можем сказать, что для человека, который лжет в этой ситуации себе или другим, это принципиальный вопрос. Потому что здесь либо он не может сознаться самому себе, то есть вот, например, мы и живем с человеком, который нас предает и который регулярно ведет себя неподобающим образом, и мы можем говорить, ой, ну а что, ну он же просто там сидит в онлайн, каких-то там порно-сайтах и общается с реальными девушками, но он же не приводит на нашу супружескую кровать эту женщину, ну ничего страшного. А на самом деле вы понимаете, что это грязь, и на самом деле вы понимаете, что это предательство. Но легче себе врать, например, чем посмотреть правде в глаза, потому что если вы будете смотреть в этот момент правде в глаза, то тогда придется принимать какие-то решения. А этого не хочется. Поэтому может быть даже принципиальная какая-то ложь и принципиальное неведение или искажение того, что вы видите в общении и коммуникациях, для того, чтобы не принимать определенное решение. То есть здесь вы понимаете или человек понимает, которого вы загадали, что он сильный и волевой, и что он вынужден будет действовать как-то, если сейчас эта ложь исчезнет. А он не хочет сейчас действовать и поэтому ведет себя подобным образом. В эмоциях, в принципе, человек не врет. То есть здесь нельзя говорить о том, что эмоционально, вот как-то из-за чувств. Здесь ложь вполне логическая и вполне обдуманная и осмысленная. То есть здесь больше ментальность, чем чувства и эмоции. Если говорить о деньгах, то человек по этому варианту может скрывать какие-то спонтанные покупки, какие-то спонтанные траты. То есть, например, положил кому-то деньги на телефон или купил что-то и потом не говорит, потому что под влиянием эмоций. Шла-шла, купила себе колечко. Понимаю, что следующего месяца зарплату уже потратила еще вчера. Но при этом накрыли эмоции и вот так получилось. То есть в деньгах здесь может быть только такого рода ложь. И именно какие-то такие субъективные и очень эмоциональные покупки. Вот это есть. Давайте уточним еще по деньгам. Но больше покупки не вам и не себе, да, вот у человека, а каким-то третьим лицам общения как раз таки с которыми человек может скрывать. Вот здесь вот есть ложь определенная. И эта ложь у нас сегодня достаточно активно высветилась. Да, это попытка, знаете, манипулировать ситуацией, опять же, через ложь и через то, что если я закрыл глаза, значит меня никто не видит. Вот такие моменты здесь могут быть. Но они возникают именно ситуационно. Они не постоянно продолжаются. То есть это не с утра до вечера. Это не какая-то глобальная позиция. Это просто желание спасти себя в какой-то определенной ситуации. Вот человек это с успехом, ну или может быть без особого успеха делает. Для тех, кто выбрал позицию номер, а давайте 3. Она вторая по порядку открытия. Слушайте, ну здесь ложится карта, которая в целом может говорить о лжи. Но она говорит о лжи, которая, знаете, вот кроется как второе дно в том, что происходит. То есть в принципе визуально человек может быть очень искренним. И вы реально глядя на этот спектакль, даже если бы Станиславский, наверное, смотрел на этот спектакль, он бы просто сказал верю. И никак иначе. Потому что здесь человек может настолько завраться, что даже впадет в состояние, в котором он настолько вживается в роль, что ему хорошо, и он, а может быть ему настолько плохо, что он это все всем будет показывать. Но в любом случае это определенная роль, которую играет человек, и в которой он даже сам наврал и сам в это поверил. И потом его будет выводить на удивление, если вы его же выведите на чистую воду. Может быть вы сами свыклись уже с определенной какой-то ролью, в которую вы включились и в которую вы играете даже сквозь сон с самого утра. Такое тоже может быть. Это определенная роль, это может быть даже поведение, которое просто необходимо в том случае, который вы загадываете. Давайте посмотрим, что касается общения, что касается эмоций и чувств, и что касается финансов. Но вот знаете, здесь не столько речь идет даже о финансах, сколько речь идет о том, что человек может закрываться. И здесь не столько человек врет, сколько человек не говорит того, что он должен был бы сказать. То есть если вы, например, оказались в той ситуации, когда вы сомневаетесь или играете ту роль, когда вы не можете сказать определенные вещи, и вы на этом начинаете каким-то образом играть. Либо такая ситуация, когда человек вместо того, чтобы играть, лучше бы сказал какие-то вещи, лучше бы расставил все точки над ее, и на этом бы закончили. Но так не получается. И здесь мы видим, что человек может доверять реально своим эмоциям, и человек может быть искренний в своих эмоциях. Но эти же эмоции загоняют его в ту роль, которую этот человек исполняет. Сейчас вот на публике исполняет достаточно активно. Если говорить о финансах, то это могут быть некие тайные траты, которые связаны с детьми или которые связаны... А, ну здесь вот у кого-то алименты, например, очень четко проходят. У кого-то это просто ситуация, когда человек отдает долги пожилым родителям, пожилым родственникам, и это краеугольный камень. Иными словами, человек здесь не может поступить иначе, и ждать от него или от нее какой-то другой манеры поведения, наверное, было бы неправильным. Потому что да, могут быть не то, чтобы те траты, когда человек ворует или когда он что-то обманывает в каких-то тратах. Скорее он может, чтобы вас не доводить до белого коленя, скрывать. Либо вы можете обманывать себя и говорить, ну мама же такая старенькая, ну я же обязана ей. Хотя мама, например, отложила, как говорят, там я не знаю, да, в кулек, скажем так, или в мешочек себе на черный день, например, там у нее лежит миллион, а при этом она продолжает, да, вот жаловаться и пытаться что-то копить еще за ваш счет или за счет там кого-то. Может быть это свекровь, может быть это ваши родственники старшие, может быть как-то по-другому проигрывается. Здесь смотрите, каждый сам знает свою ситуацию лучше, но в любом случае мы здесь видим, что вроде бы и отдаются долги, и вроде бы это правильно, но есть определенный перебор. То есть вот это чувство долга или чувство обязанности, обязательства, оно может заставлять человека гораздо больше вкладывать, чем человек мог бы в этой ситуации отдавать на благо тех, кто ждет от него этих денег. Может быть человек действительно вошел в роль какого-то очень хорошего сына или там верной жены, которая должна всех спасти и так далее. Такое тоже здесь может быть. И на эмоциях вот эти траты, особенно когда давят на вот это вот чувство, «Ну ты же хороший, ну ты же не можешь, я же знаю, ты же поможешь мне». Вот здесь вот очень это играет в жизни человека, и это может стимулировать на то, чтобы деньги тратились не туда, куда изначально было бы положено их потратить. Для тех, кто выбрал позицию номер 5. Она третья по порядку открытия. Ну здесь вот знаете какая ситуация? Может попасться просто ситуация излишних надежд, и когда человек смотрит через розовые очки на то, что происходит. То есть это не какая-то умышленная ложь, это не какая-то подлость, это не что-то подобного рода. Это скорее ситуация, когда человеку просто настолько хочется верить в лучшее, что он может других успокаивать абсолютно дурацкими какими-то аргументами. И здесь та ситуация, когда человек в принципе пребывает в состоянии, ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад, но буду считать, что это реально просто я оптимист, просто я вот тот человек, который не унывает и смотрит в жизни, смотрит вперед так, как это надо было бы сделать. Давайте посмотрим, как эта ситуация связана с коммуникациями, как она связана с чувствами и как она связана с финансами. Где тут собака порылась и какие здесь могут быть моменты. Ну вот смотрите, человек скорее всего очень давно пребывает в таких умонастроениях. И здесь та ситуация, когда человек в принципе под оправданием и стремлением показаться хорошим, мудрым, позитивным, может скрывать свои основные мысли. И даже у него самого есть вот знаете какой-то элемент подозрительности, когда человек думает, а не слишком ли много я, вообще не слишком ли я включаюсь в эту ситуацию, а не слишком ли позитивно я мыслю. Вот эти размышления со стороны загаданного лица имеют место быть. И при этом, как бы ни казался человек восторженным со стороны, как бы ни казалось, что он вот такой, вот знаете, душечка просто. Здесь если покопаться, мы столкнемся с очень четким восприятием того, чего он хочет добиться. Возможно, такое положение, такое какое-то реномеда со стороны человека, оно ему просто очень выгодно. И оно человеку может действительно самому нравиться. При этом человек при всей своей, да, вот это может быть на вид бессеребреник абсолютно и так далее. Но то, что касается финансов, вот в этом может быть действительно ложь. И под какой-то маркой того, что да мы сейчас новый проект сделаем, да мы сейчас туда вложим, давайте все деньги. Вроде бы ничего не делает, но при этом деньги у окружающих пропадают в добровольном порядке, люди сами могут отдавать. А человек в своем случае, в своем, скажем так, внутреннем понимании, уже распоряжается этими деньгами так, как считает нужным. То есть здесь вот как раз-таки финансовый обман, он может, к сожалению, присутствовать. Следующий вариант, который мы будем рассматривать, это позиция номер... А давайте 6. Она четвертая по порядку открытия. Здесь, ну вы знаете, здесь не говорится лжи. А здесь, в принципе, та карта, которая говорит о том, что человек достаточно честен. И если вы точно знаете, что человек врет, наверное, вы, может быть, не знаете просто его принципов каких-то. А может быть, вы не совсем понимаете, почему он это делает. Но на самом деле это как раз-таки та ситуация. И ситуация достаточно, знаете, вот такая ясная, осмысленная. Человек вполне понимает, что происходит. И я не вижу, чтобы здесь была ложь. Может быть, здесь есть какая-то правда, которую он не обнародует, или просто вы ее не хотите видеть. Вот такие моменты здесь присутствуют. А вообще здравомыслие, высокий достаточно уровень интеллекта, все это присутствует. Если говорить об общении, человек может скрывать какие-то обиды, или наоборот, притворяться обиженным, если ему это выгодно. Но всегда, практически, это очень четко выверенный шаг. То есть не просто, если вы видите, что человек обиделся, это не значит, что он пребывает в каких-то очень жестких страданиях. Это просто значит, что человек реально понимает, что как раз-таки в этой ситуации ему или ей можно и нужно обидеться. И отдает себе отчет, для чего он это делает. Если говорить об эмоциях, то здесь есть, может быть, какое-то следование принципам, даже если нужно умалчивать какие-то вещи. Что касается финансовой сопровождающей, какой-то в этом случае, здесь все-таки ложится карта, которая говорит о том, что финансово человек может допускать какие-то, знаете, ироничные моменты. И здесь, скорее, человек не будет скрывать. А если и будет скрывать, но вы его поймали на каких-то тратах, на каких-то распоряжениях финансами достаточно странных, то человек скажет, да, и что? И что? Ты хочешь об этом поговорить? То есть здесь может начать ерничать, здесь человек может становиться колючим. И здесь вот, смотрите, опять же, вот она, карта. Два раза ложится у нас королева мечей. И первый раз, и второй она легла. То есть ею открыли мы эту позицию, и ею же мы закрываем эту позицию. Здесь карта, которая очень четко говорит, что человек не будет особенно скрывать. Он, наоборот, скорее продавит и скажет, а я считаю нужным делать так, и мне плевать, что вы все хотите, а чего вы не хотите. Я буду делать именно так, как считаю нужным. Поэтому нет, это не лживая позиция. Это может быть из области, знаете, вот поговорочка, Ирина Хакамада, не хочется, а надо. Вот такие вот моменты здесь есть. Кстати, я не знаю, Хакамада она у нас кто? Дама мечей или кто она у нас? Все совпадения имен случайны и не являются специально, и не имеют какой-то цели кого-то задеть. Давайте посмотрим теперь позицию номер 1. Она пятая по порядку открытия. Здесь у нас ложится карта, которая говорит о том, что, ну вы знаете, вот здесь либо нет лжи, либо если человек уже солгал по этой карте, то вы его можете пытать каленым железом, вы можете с паяльником за ним бегать, но человек никогда не признается в том, что он соврал. То есть в принципе он будет лежать, допустим, на женщине и скажет, что просто споткнулся, упал, а ты что, кожуры не видишь рядом с кроватью? То есть вот такие вот вещи, когда просто непрошибаемо. И здесь вот очень принципиальная позиция. То есть человек даже если врет, он прекрасно представляет себе, что он будет делать в случае, если его поймают на этой лжи, и будет до конца, вот просто до кровавых соплей придерживаться той версии, которую он или она выдал. И ничего вы с этим сделать, скорее всего, не сможете. Если вы себя загадывали, то тогда это не ложь. Это не ложь даже самому себе. То есть абсолютно такое честное поведение. Давайте смотреть по поводу общения, коммуникаций, по поводу мыслей и чувств и по поводу финансов. Но вы знаете, здесь такая ситуация, когда вы или тот человек, которого вы загадали, может солгать в общении из области, ну ты же мне не говорила, что с Вовкой общаешься уже 5 лет и переписываешься, а я вообще не в курсе, это твоя первая любовь. Ну вот получи, я то же самое делаю с Оксаной, например. То есть вот здесь та ситуация, когда человек скорее взаимно, он может обманывать, если он поймет, что обманывали его. И это будет из области, нате вам, тем же концом, по тому же месту. Вот этот момент может здесь быть. И вообще человек фундаментальный, человек скала такой какой-то. И мы видим, что эмоционально человек может соврать только если что-то недопонял. И вообще о своих эмоциях вряд ли будет лгать. Он может даже себя не совсем до конца как-то понимать, но иметь все равно какие-то принципиальные позиции. Если говорить о финансах, человек может не сказать о том, что разбил машину, о том, что там авария какая-то есть в доме, или какие-то другие моменты, которые связаны с утратой финансов в неблагополучном их варианте. То есть я не знаю, там кого-то сбил на мотороллере, отдал этому человеку, там допустим, 20 тысяч на месте, только чтобы разошлись миром и не имели друг к другу претензий. Вот об этом он не скажет. То есть вот это он будет умалчивать. Но если на человека давить и, допустим, шантажировать его даже деньгами, то человек может просто взять деньги и большие, достаточно крупные купюры просто разорвать перед вашим лицом в хлам, да не только перед вашим, перед лицом любого человека, и бросить развиваться по ветру. То есть здесь финансы – это не главное. Но если это как-то было связано с разрушением через финансовый аспект, человек это будет скрывать и будет очень обижаться, если вы будете или кто-то другой будет контролировать его деньги. Он скажет, я себе достаточно много отказываю для того, чтобы еще у тебя сейчас уточнять, каким образом мне потратить свои деньги. То есть вот здесь вот да, какие-то свои траты. И траты, которые не столько рассчитаны, допустим, на себя. Это могут быть, если вы в любовном треугольнике, то есть в любовном треугольнике траты. Если вы четко понимаете, что вы не в любовном треугольнике, то тогда это просто ситуация, когда человек будет закрывать какие-то дыры в своем бюджете и очень жестко реагировать, если вы или кто-то другой попытается его сконтролировать в этой ситуации. Ну и, конечно, позиция первая, вторая, третья компот, она же кэп очевидности. Она же у нас сегодня по порядку открытия номер 6, а позиция четвертая. Боже, но ради этого стоило весь расклад буквально затевать, потому что шикарная карта вообще в этой колоде, в True Black Tarot. Я обожаю просто эту карту, потому что сам по себе аркан не позитивный, но настолько классно сделана эта семерка чаш, что просто у меня замирает сердце, когда я на нее смотрю. Но если восхищаться заканчивать, то мы будем смотреть на нее и говорить, да, есть ложь. И здесь великолепные художественные свистуны собрались по этой позиции. И здесь люди, которые себя обманывают, и которые могут обманывать окружающих. И здесь ложь на лицо. То есть сигнификатор говорит о том, что в этом случае как раз таки все то, что связано с сокрытием информации, с искажением информации. Но здесь даже больше не сокрытие, а именно искажение информации в чистом виде, в классическом виде ложь, которую мы можем видеть. В чем и где проявляется ложь? То есть какие есть тайные аспекты этой лжи или направления? О коммуникациях поговорим, о чувыствах и о финансах. Ну вот смотрите. Здесь вообще, во-первых, сама по себе карта эмоциональная. И здесь ложатся те арканы, которые как раз таки и говорят о том, что человек может очень четко не столько врать про свои мысли и круг общения, сколько просто закрывать эту информацию. И он даже может говорить, ты можешь все, что хочешь себе думать, надумывать. Я сам знаю, что у меня в голове. И при этом человек может и обманывать себя в том числе, но в целях защиты каких-то своих позиций и интересов. А вот если говорить о чувствах, то здесь мы можем видеть, что если вы загадали мужичину неверного, то на его сердце есть карта соперницы. То есть вот все, что с этим связано, он будет лгать, он будет говорить, да не, ну ты что, да, она просто мне так, никто и вообще у меня никаких к ней чувств. Вот здесь ложь есть, и ложь есть явная. И даже если вы загадывали себя или женщину какую-то, да, в плане эмоций человек врет, человек лжет, человек капризничает и может скрывать и лгать именно о своих чувствах. То есть если вам сказали, что вообще равнодушные к кому-то, к какому-то третьему лицу, то знайте, что там нет равнодушия, там есть чувства. И человек может очень активно давать какой-то туманчик такой вокруг, для того, чтобы вы не раскопали ничего в том, что касается чувств. Если говорить о финансах, то здесь есть не столько ложь, сколько определенное удержание. Или человек может преувеличивать степень труда, которую он вкладывает для того, чтобы получить финансовый определенный результат. Ну и здесь у кого любовные треугольники, да, это покупки, какая-то покупка соперницы, может быть оплата каких-то счетов, то есть квитанцию мог оплатить, мог медицинские какие-то вмешательства, процедуры, допустим, ездил на УЗИ, заплатил за УЗИ любовницы или какому-то третьему лицу. То есть вот такие вот вещи, они здесь все-таки есть, и они будут отыгрываться. Тайная трата денег, она присутствует, но она достаточно редко присутствует, и здесь не столько деньги, сколько вложения в какие-то покупки. Не просто деньги дает, хотя есть разовые случаи, когда и помогает кому-то деньгами втихаря, но и покупает конкретно, и за последние где-то 6-8 месяцев покупал какие-то вещи, которые скрывал. Вот такие моменты здесь у нас есть. Получился сегодня невероятно красивый расклад. Я думаю, что вы узнали тех персонажей, которых загадывали. И, конечно, интересно было бы узнать, как сработала ваша интуиция, как получилось у вас, действительно, с первого ли раза загадали, кого загадывали, себя или третьих лиц. Это тоже было бы интересно. Для тех, кто хочет получить индивидуальный расклад на тему, которая интересует вас, то есть рассмотреть лично свою ситуацию, вы можете писать мне в личку, и как это сделать в пункте 3 прикрепленного комментария в ссылочке на видео. Там рассказывается обо всех секретах обращения ко мне за индивидуальным раскладом. Для того, чтобы вы были подготовлены, для того, чтобы вы четко понимали, чего вы хотите, зачем вы приходите, и каким образом все будет происходить, в какой форме будут расклады и так далее. Единственное, что я могу сказать, что в ближайшие месяцы-полтора, пока что, после выхода этого расклада, на скайп у меня нет возможности записывать. Поэтому в основном это будут, конечно, видеорасклады. И я хочу сразу отметить, что если вы пишете, то мы работаем по правилу трех сообщений. То есть человек узнал условия по поводу того, что он хочет посмотреть, сколько это будет стоить и так далее. И с этого момента либо мы работаем, либо мы прекращаем общаться до того момента, пока человек будет готов для того, чтобы просто не тратить время на лишние разговоры. А что касается разговоров, которые в удовольствие, мы с огромным удовольствием можем пообщаться в комментариях. Поэтому, конечно, когда вы будете писать комментарии, я постараюсь на все на них ответить. Хотя есть небольшие косяки Ютуба в последнее время. И не всегда отображаются комментарии. А бывает такое, что, например, даже пишешь кому-то комментарий, отправляешь его, он просто исчезает. Вот такие вещи тоже бывают. В основном это происходит с компьютера. С телефона вроде бы нормально все фиксируется. А у кого из блогеров тоже есть такое, я думаю, что вы сможете поделиться. И каким-то образом здесь вот мне, кто знает, можете написать, что вообще происходит. Но и, конечно, на все адекватные комментарии я обязательно поставлю сердечки, которые будут являться талисманчиками и будут защищать вас. И оберегать в той ситуации жизненной, в которой вы оказались. А также приносить удачу. Я желаю еще раз всем удачи. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok